Встреча 5 апреля. Табу на войну. Институт имени Лемкина по предотвращению геноцида предупреждает о возможной агрессии Азербайджана против Армении и призывает мировых лидеров вмешаться для предотвращения очередной гуманитарной катастрофы. Армянские аналитики считают, что Запад пытается сдерживать амбиции Азербайджана в отношении Армении. В заявлении института говорится, что недавние нападения в Сюникской и Гегаркуникской областях указывают на явную угрозу суверенитету Армении. Ранее мы опубликовали подобные предупреждения касательно Республики Арцах, который уже оккупирован и лишен населения Азербайджаном 19 сентября 2023 года. Теперь угроза геноцида распространилась и на Армению, говорится в заявлении института. Азербайджан, согласно институту, следует стратегии постепенной оккупации суверенной территории Армении. В настоящий момент он пытается взять контроль над еще восемь селами. Его цель – контроль над всем армянским государством и объединение материковой части Азербайджана с Турцией, которая рассматривает Азербайджан как часть обширной тюркской нации, говорится в заявлении института. Институт сравнил политику Азербайджана, который берет под свой контроль стратегические точки на всей территории Армении, с политикой Израиля в Палестине. Азербайджан готовится нарушить баланс, хрупкий мир в регионе, возобновив свои агрессивные действия против республики Армения, считает политолог Гурген Симонян. С этим связан, как он отметил, и звонок госсекретаря США Энтони Блинкина, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе которого, по мнению Симоняна, Алиев был предупрежден, что подобные действия будут иметь свои политические последствия. Как в виде военно-политических решений, кооперации с Арменией, Североатлантический договор может приоткрыть все возможности для того, чтобы включить Армению в его состав. Так и военное предупреждение. Авианосцы США базируются неподалеку от ближневосточного ареала. Эскадрильи могут разгромить военно-политические амбиции не только Азербайджана, но и Турции и РФ. На Баку может быть и экономическое воздействие, в результате чего Азербайджан потеряет все преференции, которыми доселе обладал, считает Симонян. Запад, по мнению Симоняна, готов к таким действиям, поскольку армянский кейс уже тщательно проанализирован со стороны западных мозговых центров, а до этого у Запада не было стратегического решения по Армении. 5 апреля изменит политический вес Армении, считает политический обозреватель Армен Аванесян. Это табу на войну для Баку на ближайшие несколько лет. Одно дело, когда у тебя вассальная зависимость от России, которая как страна сюзерен, закрывает глаза на то, что делают с тобой, а в отдельных случаях и вовсе сама подталкивает Азербайджан к агрессии против Армении. Другое дело, когда ты вступаешь в международные структуры и заключаешь политические договоры с ведущими странами, в данном случае, с США. Это не просто сближение с Европой, а новые гарантии безопасности от коллективного Запада, считает Аванесян. Азербайджан, по мнению Аванесяна, против сближения Армении с Западом. Но когда армянская армия будет реформирована по стандартам НАТО, нападение Азербайджана на Армению станет и вовсе невозможным. И Азербайджан, и тем более Россия с Турцией это прекрасно понимают, и пытаются воспользоваться тем ограниченным временем, когда нападение может быть возможным. Субтитры создавал DimaTorzok